С Верой в спорт На зимний, будем так говорить, сезон Более холодное время А у любителей, насколько я понимаю, есть вопросы Добрый день, Вера Ну да, в основном у нас люди используют велосипед Только в теплое время года Это преимущественно лето И когда только начинается вот такая морось Холод, становится сыро Они велосипеды убирают Ну они делают на самом деле это зря Потому что нужно немножко потерпеть, когда все это у нас замерзнет И можно продолжать замечательно кататься на велосипеде Всю зиму, круглый год Ну весной тоже там, скорее всего, один месяц выпадает Но велосипед реально использует круглый год И этому есть там ряд причин Да и об этом мы как раз сегодня скажем Но первая тема, о которой хочется поговорить Это как раз мероприятие, которое близится И вот-вот уже наступит Это 26 октября Это ночная велогонка Да, все верно Это один из форматов мероприятий, которые мы проводим Это гонка по пересеченной местности И она проводится у нас в темное время суток Ну потому что, естественно, что она ночная Проводим мы в этом году ее в Дендропарке По отреставрированной, или можно сказать, заново построенной тропе То есть она даже частично идет с освещением С отсыпкой, с щепой Вот у нас будет несколько категорий Категория любителей как раз поедут по освещенной большей частью тропе Категория эксперты Это уже велосипеды Велосипеды искушенные поедут у нас по частично совсем не освещенной, сложной трассе И отдельно сделан маленький круг для детей Как раз первое, на мой взгляд Первый вопрос, который возник у человека, который более-менее заинтересован Который слышит информацию о ночной велогонке Это погодные условия Во-первых, ночная велогонка, поскольку проводится уже в конце октября Призвана доказать и показать на примере велосипедистов, любителей, профессионалов, экспертов Что в прохладное и холодное время года кататься можно и нужно Правильно? Да Главное правильно одеться Вот По поводу одежды тогда Давай сразу проконсультируем Ну, сейчас информации очень много в сети Так называемая многослойность То есть у нас есть базовый первый слой термобелье Да, оно продается сейчас практически в любых магазинах Не обязательно даже в спортивных Это второй слой для утепления Там флис, там, либо что-то еще, что вы предпочитаете И верхний слой Это что-то просто непродумаемое Защищающее от дождя, от ветра Вот И комбинация этих слоев То есть на самом деле все просто Перчаточки обязательно Перчатки обязательно, шапка Ну, естественно, что для участия в соревнованиях мы всегда требуем Это исправный велосипед И наличие шлема Из дополнительных требований для ночной гонки Это у нас велофонарики То есть задний фонарь красный У нас вообще прописано в законодательстве Что нужно обязательно в темное время суток Ездить с фонариком задним на велосипеде И передняя фара Ну, или фонарь для того, чтобы обозначать себя на трассе Для комфорта самих велосипедистов Да, да То есть трасса в любом случае будет отмаркирована у нас оградительной лентой И будут специальные еще светорожащие такие полоски Для того, чтобы уж точно не сбиться в направлении Ну и плюс, естественно, у нас стоят судьи по всей дистанции И они вам помогут, если что, правильно доехать Не сбиться с пути А исправный велосипед как-то будет? Его исправность проверяться перед стартом? Или это на совести участника? Ну, мы не можем проверить каждый велосипед прямо до каждого винтика Ну, просто мы проверяем, чтобы были справлены тормоза Ну, вот это основное требование к велосипеду То есть ограничение, какой велосипед у вас Там циклокросс, это велосипеды с тоненькими колесиками, близкие к шоссейникам Либо у вас фэтбайк Ограничений нет Вы можете выступать на любом велосипеде Только если он неэлектрифицирован То есть если у вас велосипед электрический То это уже... Не допускается Да, это уже отдельная категория Если вдруг заявится много желающих То мы можем сделать отдельную категорию именно для электро велосипедов То есть это будет известно уже ближе к старту? Да, это уже будет известно ближе к старту И естественно, что вам нужно было себя застраховать Это очень делается просто Через электронную форму Там страховка на один день от 50 до 150 рублей И получить справку у терапев... Об исправности водителя велосипеда Да, то, что у вас нет противоположения по здоровью Это тоже делается очень быстро у терапевта Либо у нас в группе ВКонтакте Есть информация, как это сделать платно Если вы не хотите тратить свое личное время Сейчас многие могут представлять такие услуги И имеют полномочия и возможности Поэтому есть куда обратиться И сделать это на самом деле очень быстро Без обращений в поликлинике традиционной По поводу трассы Все-таки если будет дождь Если будет слякоть Насколько трасса подготовлена? Для любителей круг проходит большую часть По отсыпанной щепой дорожки То есть она не намокает Она не грязная Ну, в любом случае у нас будет керхер стоять Вы можете помыть велосипед Себя при желании Ну, как здорово Да, а у экспертов Да, там будет трасса посложнее Там уже будут грязевые участки Там будет немножко тяжелее ехать Но для того и категории разные Любители и новички Это у нас для того, чтобы попробовать себя Скажем так, на простой трассе Погоняться равными себе А эксперты, там уже ребята искушенные Там они уже борются Каждый между собой И в первую очередь Каждый самим собой А вот скажи, пожалуйста Кто будет решать Все-таки эксперт или любитель? Потому что я так понимаю Что есть все-таки такой риск Что поводит какой-нибудь Более-менее профессионали На самом деле мы всех Экспертов наших Знаем в лицо Мы узнаем в лицо И записываем мы в категорию эксперты Ну, бывает, конечно, такое Что какой-нибудь там вдруг Лыжник, он может быть профессионал Но велосипедист, он любитель Приходит и выиграет соревнования Но это уже бывает нечасто Потому что мы всех Уже их знаем в лицо Это обнадеживает То есть у любого человека Есть возможность Получить главный приз Ну, приз будет не только Главный приз будет много У нас все победители и призеры Получают призы И в этом году это просто очень круто Спонсором соревнований является Фирма Яркий луч Это российский производитель Фонарей Самого нужного Да, это очень крутые фонарики Я сам катаюсь таким Они доступны По целой категории Ну, то есть мы сравниваем С зарубежными аналогами Но по некоторым параметрам Даже их круче Превосходит Да, и поэтому у нас Все победители и призеры Получат такие фонарики И, насколько я понимаю Будут еще детские старты Да, это отдельная категория Там тоже делятся по возрастам Там небольшой круг И в зависимости от возраста Будут менять столько количества кругов Там тоже все размаркировано Будут стоять специальные судьи Названных маршалами То есть никто никуда не потеряется Все дает до финиша Да, самые юные участники Символичный крут Там 555 метров В первую очередь Нужно вообще к таким мероприятиям Относиться Как к чему-то просто интересному И новому То есть не то, что Это гонка Это челлендж Попробовать себя Да, то есть не должно быть такого Что, например Раз я не претендую на первое место Я не поеду Нужно ехать просто ради атмосферы Ради тусовки Ради самого мероприятия Атмосфера на самом деле Очень зажигательная Очень оптимистичная И все там как друзья Уже себя чувствуют и ведут Поэтому там будет комфортно Мне кажется, любому человеку Конечно Тем более Мы раньше использовали стоянку Которая находилась у нас Со стороны трассы Там улица Ленина И там очень плохо было парковаться Было грязно Там грязно Одна из причин Почему мы перестали проводить соревнования Хотя одни из самых первых соревнований В городе Кире По Крусканте Проводились как раз В Дендропарке Ввиду его расположения Ввиду то, что там все-таки есть рельеф И красиво Да У нас компания Железно построил Замечательный Елки-парк Как раз там сейчас есть Хорошее кафе Глобус И есть большая парковка То есть мы размещать участников Те, кто приезжает на автомобилях Бом на этой парковке Если кто-то захочет Что-то Поесть Попить Можно сходить в это кафе Все близко Все близко Все удобно И вход Непосредственно на трассу Будет со стороны Елки-парк А давай еще скажем По возрастным категориям То есть детки С какого возраста Принимают участие Детская категория у нас Делится на следующие То есть категория Юноши 2010 года рождения И младше Это отдельная категория Ю1 Ю2 Юноши 2006 2009 года рождения Группа Ю3 Юноши 2002 2005 года рождения И точно так же По возрастам Делятся девушки Так Категория Эксперты у нас Тоже подразделена На разные возрастные категории То есть категория М1 Это мужчины 18-29 лет М2 Это у нас Мужчины 30-39 лет М3 Мужчины 40-49 лет И М4 Это мужчины 50 лет И старше Самое важное Что у нас Категория М4 То есть мужчины 50 лет и старше И все детские категории Участие бесплатно Ой как здорово То есть как раз Если он может Не только зарегистрироваться Но и получить Хорошие призы Отличные Потому что Насколько я понимаю В этих категориях Как раз Конкуренция минимальная Правильно? Пока что да Пока да А на какое количество Участников рассчитываете? Ну ориентировочно 60-90 человек Ну если будет больше? Ну у нас Ограничение по чипам 150 150 человек Смело могут ехать В дендропарк И соревноваться Как правило дети у нас Едут без чипа Потому что их не так много Поэтому плюс Там у нас разнесено По времени Соответственно Даже если приедут 150 человек Даже если 200 человек приедут На все Все смогут принять участие Тем более Да Тем более мы Сделали сейчас Предварительную регистрацию Она закрывается у нас Накануне Старта Вот И ввиду того Что у нас Система храниметража Которую в этом году Мы получили Благодаря фонду Предельских грантов Позволяет Используя чипы Дюшер номер 3 Чипы от Триатлетов Мы можем набрать Там порядка То ли 300 То ли 500 человек Поэтому регистрируйтесь Особенно Приглашаем Родителей с детьми Поучаствовать Потому что для детей Это настоящий праздник Это возможность Преодолеть трассу Самостоятельно Проехать Это очень здорово Тем более Что с нового года У нас открывается Секция велосипедная На базе пока Дюшер номер 3 Она будет бесплатна И туда Мы пока Не знаем точно Сколько у нас будет мест То есть вся дополнительная информация По возрастным ограничениям И по количеству человек Будет вывешено у нас В группе ВКонтакте Велошкола Киров Что будет входить По предварительной Опять-таки информации В стартовый пакет В стартовый пакет Будет входить номер В стартовый пакет Будет входить Батончики Возможный затоник Более подробно У нас просто отдельный человек Этим занимается Более подробная информация Будет уже где-то Уже ближе В 26 числе Ближе к старту Поэтому регистрироваться Приглашаем И 26 числа 26 октября Напомню Что в Дендропарке Состоится Ночная велогонка Давай еще раз Объясним Для чего она делается Ночная велогонка Проводится С целью популяризации Езды на велосипеде В любое Время Года И время суток Потому что У нас естественно Сейчас становится Более короткий день И уже где-то часов В 5-6 становится темно И некоторых людей Это возможно Отпугивает От езды на велосипеде Это кажется опасным Да Для того, чтобы безопасно Попробовать прокатиться На интуитивном уровне По лесу С фонариком По размещенной трассе Чип хорошей компанией Да, хорошей компанией Чип прокатиться И возможно для него Это будет являться стимулом Использовать велосипед Круглый год Продолжим В рамках него Мы будем делать Небольшую презентацию По созданию Мультиспортивного Кластера На филейке Туда входит Как раз Наш проект Велошкола С нашими трассами Площадками И велосипедной секции И отдельно Еще будет затрагиваться Тема Велосипедной инфраструктуры У нас приедет Один из лидеров Велосипедного движения Российского Это Владимир Кумов И он На своей площадке Там у нас Основатель движения Велопарадов Основатель движения Весбайки Организатор Российских Велопарадов Вот И Мы с ним будем Суждать Проведение В следующем году Велошколы Для чиновников То есть Ну в двух словах Что-то такое То есть Мы Давно говорим О необходимости Велосипедных дорожек Велосипедных маршрутов Вот Ну и сейчас Наконец-то Мы разработали Алгоритм Каким образом Это все сделать правильно То есть Мы начинаем Именно с веломаршрутов То есть Мы уже сейчас Нарисовали Предварительную схему Велосипедных маршрутов По городу То есть Это те направления По которым Велосипедисты Преимущественно ездят То есть Мы будем В любом случае Дальше Обрабатывать Статические данные Перерабатывать Эти маршруты Вот И проработать С точки зрения Ее доступности То есть Убирать бордюры Ставить знаки Дополнительные Там какие-то Может приоритеты Делать дополнительно Пандусы И делать эти маршруты Удобными То есть Чтобы человек знал Что он Ориентируясь на эту карту Может безопасно По городу Преехать на велосипеде И сделать это удобно То есть Не слазить через каждые 20 метров И не перетаскивать Велосипед через бордюр Вот После этого Эта схема У нас Ляжет В КСОД Соответственно Уже Своего рода такой Серьезный документ Вот И На базе этого Можно смотреть Какие из этих Велосипедных маршрутов В дальнейшем Возревом будущем Можно переделать Велосипедные дорожки Ну При реконструкции улиц Там Используя всевозможные Федеральные программы Такие как Безопасные Качественные дороги Там и все остальное Вот Таким образом Да Урбан форум 31 октября 1 ноября Который состоит Второй урбан Урбан форум На базе Вятского Университета Насколько я помню В Кировском Космическом центре Все будет Любой желающий Может прийти Послушать Посмотреть Поучаствовать В дискуссии Присоединиться К процессу Потому что мы Абсолютно открыты Для всех желающих То есть задача Нас Это не просто Что-то делать А привлекать Людей к процессу Потому что Если вы Катаетесь на велосипеде Но хотите что-то Изменить у себя На районе Провести какое-то мероприятие По факту сейчас Очень много Есть что изменить Очень хочется И вы не знаете С чего начать В этом направлении То первое Что вы должны делать Это просто связаться с нами И присоединиться К нашему проекту Потому что мы Общественная организация Мы как раз нацелены на то Чтобы сделать Жизнь вокруг нас Лучше Насколько это возможно Нашими силами Да Велосипедных движений Много Велосипедных направлений Много Любителей Много Если всем объединиться На самом деле Такой пассивизм Это наша основная задача Объединиться Для того чтобы Да Можно было Те проекты Которые Мы же сами Тоже велосипедисты Мы же не просто Решили этим заниматься То есть Первое что мы начали Делать катас на велосипеде И в процессе Мы поняли Что нужно что-то менять И вот оттуда Родились все наши проекты Это велопарковки И веломаршруты И в дальнейшем Федерация Велошколы Вот поэтому Еще раз говорю Что если у вас есть Желание что-то изменить Вокруг себя Присоединяйтесь к нашему процессу То есть Первое что вы делаете Это пишите нам В группу ВКонтакте Лично С нами можете связаться И приходите обязательно На урбан форум Чтобы посмотреть Чего мы уже достигли И к чему мы стремимся Еще одно Около велосипедное Если так Около спортивное мероприятие Велосипедное Это у нас Велофорум Который мы проводим Сейчас Несколько раз в год У каждого своя тема Это Он посвящен Используя велосипед Как раз круглый год То есть мы будем встречаться С велосипедистами-экспертами Ружей стереотипами С туристами Да Объяснять Какие плюсы Какие минусы существуют Что нужно сделать Для того чтобы Перебороть где-то Свои какие-то Может быть неуверенности Страхи Как можно Например бюджетно Экипировать себя Для того чтобы кататься На велосипеде круглый год Потому что На самом деле Это все сейчас доступно И Все что нужно сделать Это просто начать кататься Да Все легко и просто Ну давай Раз уж мы Забросили удочку Будем так говорить Приоткрыли завесу Теме велоформа Тогда инструктаж Да По поводу Экипировки одежды Мы уже проговорили Что это многослойное С термобелье Флисовое И верхнее слой Это что-то непродуваемое Непромокаемое Это идеальный вариант На самом деле Можешь кататься в любой одежде Которая вам просто нравится И удобнее Есть ощущение Что вот я сяду сейчас на велик Мне сейчас Выходить из квартиры Из дома Холодно Если я сяду Буду ехать Будет дуть ветер Я замерзну и все Будет дуть вообще И пожалею тысячу раз В первую очередь Человек мерзнет Когда он не совершает Никаких действий Кровушка не разгоняется По организму Когда вы стоите Зимой на остановке И мимо вас проезжает Велосипедист То на самом деле Холодно вам А не ему Ему сейчас тепло Потому что В любом случае Когда вы выходите из дома Вам первое время Холодно Когда вы прошли Пешком Прокатились на велосипеде Организм начинает активно Вырабатывать тепло Вы согреваетесь И тут возникает Как раз немножко обратная сторона Что если вы слишком Активно двигаетесь То вы начинаете потеть И если резко остановиться И стоять долго То естественно Что вы можете Там замерзнуть И возможно даже заболеть Вот как раз для этого Нужна многослойность одежды Которая отводит Лишнее тепло От тела пара И не позволяет Холоду снаружи В виде ветра И дождя попадать Вам Ближе к организму Да Вот я спрашивала По поводу резины Пора ли переобувать Велосипед Ну Смотрите То есть На стандартное Велосипедной резине Которой комплектуется Горный велосипед На универсальный Не кататься можно И зимой И летом Единственный момент Что Если у нас Гололед Конкретно Гололед Прям вот везде То Такое бывает Такое бывает То естественно Вам поможет Только зимняя шипованная резина Она стоит денег Но ее хватает На много лет Там ценники разные Там от 2000 До 7000 рублей За одну покрышку Но вы покупаете Такую покрышку Не знаю На 5-7 зимних сезонов То есть Ее соответственно Можно эксплуатировать Типа асфальт Ну Проталинки Это все равно будут Можно Да Ну Нежелательно И главное По льду Самое главное Да То что шипованные покрышки Держат 100% на льду Но у них опять другой минус То что Они не всегда держат Например на асфальте Скользят То есть Самый лучший вариант Который ты предлагаешь Это взять хорошую резину Хорошую просто Агрессивную резину С высоким Средне-высоким шипом И кататься Не просто круглый год Но на ледяные участки Лучше не выезжать В этом случае Лучше по обочинке Где-нибудь Ну Зимой К сожалению У нас по дорогам Покататься вообще невозможно То есть Кататься только по тротуарам Аккуратно Не сбивая Подрезая пешеходов Вот Мне вот Еще повторю Что мне очень нравится Кататься зимой На велосипеде Потому что у нас Пропадают бордюры О Это кстати да Чистично пропадают Конечно ступеньки Где-то И ямки уже не такие яркие Кататься на велосипеде Наоборот Даже очень интересно И весело Ну так что Всем рекомендуем Хотя бы раз Попробуйте Выйти И ощутите Как это классно Да Ну и на лицо Какая-нибудь тоже Защита стандартная Какая-нибудь там Повязка Поток Шарф Что-нибудь Ну сам просто Это шарф Есть специальные Велосипедные маски Есть лыжные маски Возможно Которые защищают От того Чтобы Дышать Не сразу Холодным воздухом Который у нас на улице А через специальные Такие небольшие фильтры Ну самое простое Это элементарный Это шарф Ну и шапочка под шлем Шарф Балаклава То есть Вариантов Специальные маски Есть Ну и все Велосипед готов Еще очки надевают Для того чтобы Холодный ветер Либо там снег Не попадали в глаза Но опять же Есть дорогие очки Там которые стоят Несколько тысяч Есть очки Там за 300 За 500 рублей В хост В хостмагазинах Которые Тоже выполняют Свою функцию То же самое Как раз Про экипировку То есть Есть профессиональная Экипировка Есть Ее аналоги Естественно Что они может быть Там ниже по качеству Вот проще Опять же строительные магазины Все возможные перчатки Вот это Все возможные Рабочие одежды То есть Если цель Допустим Проехать От дома до работы Это можно сделать За минимальный бюджет Экипироваться Это можно сделать Вообще В стандартной Городской одежде Просто чтобы Она была Естественно Там не пальто На пол А просто Юбочка Да Такая-то куртка Какие-то штаны И достаточно Хороший перчаток Повязать шарф И можно Комфортно Доехать Не спеша До работы И при этом Это будет быстрее Чем скорее всего На автомобиле Определенно Потому что Автомобиль Не надо будет греть Не надо будет Отскребать Там это все чистить От снега Можно просто сесть Доехать Стоять в пробке Естественно Если вы хотите Ехать быстрее Тогда уже вопрос Специализированной одежды Если вы хотите Ехать безопаснее Тогда вопрос Уже Шипованных покрышек Что-то еще На осень Зиму Планируется ли Федерация На самом деле У нас планируется Много чего Но мы не будем Анонсировать все сразу Чтобы у людей Не было Постепенно Да И так Ближайшее Записываем себе Обязательно 26 октября Можно прийти Посмотреть И поучаствовать В Дендропарк Ночной велосипедной гонки Ночной велосипедной гонки Я просто хочу Делать так, что И посмотреть тоже можно Естественно Это нужно Потому что Мы всегда рады Зрителям, болельщикам Да И есть вероятность Что вы решитесь На второй год Соблазнитесь И решитесь Поучаствовать В следующем году Это Урбан форум Где мы будем обсуждать Где мы будем Два момента Обсуждать Это у нас Инфраструктуру велосипедную Создание в дальнейшем И развитие Филейского Мультиспортивного кластера Да Там В этом году И как и в прошлом году Проводились определенные соревнования Да Давай об этом расскажем Что там происходило Что там происходит На Филейке На Филейке Да На самом деле Мы соревнования проводим Не только на Филейке Год у нас начался С проведения Очень мощного Велосипедного парада Самого массового Пока что На историю нашего города Порядка 600 участников Ну это минимум Потому что у нас просто Закончились номера Вот И потом Это у нас Были гонки Шоссе Октябрьское кольцо В этом году У нас уже появился бренд То есть мы не просто Проводим гонку На Октябрьском проспекте Мы назвали Ок Октябрьское кольцо Это у нас традиционная Велосипедная гонка Именно в шоссе Мы провели Велофест Это Уикенд Состоящий Из двух дней Множество соревнований На разных площадках Да Каждый день На филейке На разных площадках Проводились соревнования В разных направлениях То есть Были шоссейные гонки Были кросс-кантри Был даунхилл Был пам-трек Был скилл парк Беговелл Вот Потом Были еще ряд Велопоходов Это у нас были Два больших велопохода Дарая и обратно Традиционная Это Дарая такая Деревня в Вороческом районе Куда мы проводим Ежегодно Велопоходы Собирающиеся там До 300 человек Фуммарно Вот И В этом году Мы начали проводить Походы выходного дня Они до сих пор проходят И мы еще будем Проводить и осенью и зимой Что это такое Ну для понимания То есть Собирается группа людей До 50 человек Делится по десяткам На каждую десятку Закреплен у нас Свой Деланструктор И по заранее Говоренному Разработанному маршруту Мы едем В течение Двух-трех часов У нас в принципе В одну сторону И примерно так же обратно То есть там Расстояние 25-50 километров В зависимости от маршрута Ну вот Где-то мы В определенных точках Делаем небольшие остановки Делаем пикник Фотографируемся И едем обратно То есть Это называется Поход выходного дня Это очень популярная тема И Мне кажется В следующем году Еще больше желающих Будет присоединиться К этому направлению Насколько я понимаю Поход выходного дня Это как раз Результат работы Велофорума Прошлогоднего Да Это один из результатов Потому что На форуме Мы как раз Проговорили с ребятами Что бы хотелось Нам Скажем так Что бы хотела Велообщественность Получить От Как себя еще можно Реализовать Себя и великов Да И мы решили Что будем проводить Такие велопоходы Потому что Они реально востребованы Те маршруты По которым Проходят велопоходы У нас Будут цифроваться И выкладываться На специальные ресурсы И потом В дальнейшем Любой желающий Просто при наличии Навигатора Сможет по нему Проехать Самостоятельно Либо организованно Либо записаться Опять же На наш велопоход Который мы проводим Бесплатно И прокатиться Да Я так понимаю Что как загородные Веломаршруты Будут выложены На этом ресурсе Так и городские Ну это вторая тема Как раз Урбанформа То что Не знаю Мы начнем прорабатывать На нем И продолжим К следующему году Это городские Велосипедные маршруты То есть Это разработка Именно сети Не велодорожек Пока А веломаршрутов Городских По которым Можно безопасно Удобно По которым Можно безопасно Удобно Перемещаться По городу На велосипеде В следующем году Предварительно Запланирована Июнь Июль месяц Велошкола Для чиновников Это как раз Проект Кумова Который позволяет Донести Необходимость Создания Велосипедной Инфраструктуры До чиновников Потому что У нас все-таки Пока менталитет Заточен больше На автомобиль Но с учетом Роста пробок И увеличения Количества Пользователей Велосипедов Инфраструктура Становится Необходимой Но сложно же Взять И сразу Весь город Перекрыть И делать велодорожек Так пробовала Москва Так пробовала Казань Пермь Это негативный опыт И в итоге Там даже частично Эти велодорожки Потом ликвидировали Чтобы это было Правильно востребовано Сначала сделать Именно сеть Велосипедных маршрутов То есть те маршруты По которым Велосипедисты Реально перемещаются И которые удобны Адаптированы И после этого Уже Можно думать о том Чтобы часть этих маршрутов По определенным Федеральным программам Переводить Именно Преобразовать Перестраивать В велосипедные дорожки То есть Будет это не будет Мы пока не знаем Но велосипедные маршруты В любом случае Нам необходимы И мы этим уже занимаемся Тем более Что согласно С результатам Прошлогоднего Урбанфорума Отмечалось Особенно Я думаю Что в этом году Эта же тема продолжится Что в дорожном движении Приоритет Общественному транспорту Потому что он занимает Меньше места на дороге И переводит Больше людей Да Таким образом Ключевое слово Людей То есть самое главное Сколько людей В единицу времени Сможет перемещаться По данному участку Так точно Таким образом Личный транспорт То есть личные автомобили Оказываются Скажем так В не самом выгодном положении И в любом случае Интереснее всего С точки зрения экономической С точки зрения временной Пересаживаться на велосипеды Ну в первую очередь Это все-таки Перемещение пешком И общественный транспорт И велосипед стоит Как бы не на первом Не на втором На третьем месте На третьем месте Да Но тем не менее Он стоит у нас Выше чем стоит автомобиль Да Это очень важно Это очень здорово Что власти наши понимают Это не какие-то наши Там опять же придумки Это уже мировой опыт Статистика Как раз эксперты будут об этом Говорить на Урбанформе Да В этом году было Очень важное мероприятие Это выезд чиновников На велосипедах уже Это результат Велопарада Массовости Велопарада Часть своих мероприятий Проезжая по городским территориям На велосипеде Потому что велосипед сразу показывает Все Что нельзя увидеть Да Там сложно не заметить Потому что например На автомобиле Ты когда едешь Ты не видишь Насколько там плохие тротуары Там какие там бордюры Ступеньки Когда ты идешь пешком Ты тоже автоматически Можешь эту ступеньку перешагнуть Бордюры не заметишь Когда ты едешь на велосипеде Прочувствуешь все Конечно Каждую ямку Каждую кочку Каждый бордюр Тем более что у нас есть Группы граждан Маломобильные То есть у нас те Кто перемещается Да и мамочки с колясками Мамочки с колясками Дети на велосипедах И нужно ориентироваться В первую очередь на них То есть не говорим Что у нас Все должно быть заточено Под велосипед У нас просто должна быть Должна быть безбарьерная среда Они много говорят И нужно к этому двигаться И как раз вот такие поездки На велосипеде Они позволяют увидеть Где что у нас мешает Где что нужно убрать На мой взгляд Это бы очень большой плюс Именно в развитии Велодовижения И преобразовании Инфраструктуры Для велосипедистов Да во благо велосипедистов В этом году Во благо всем На самом деле Мы не должны Акцентировать на велосипедиста Как на какой-то Отдельной группе граждан То есть велосипед Это просто Транспортное средство В данном случае И человек Когда выходит из дома Он должен выбирать Как ему удобнее Добраться пешком Если есть шаговая доступность Удобно Приятно прогуляться По улице Тем более Если на улице Хорошая погода Либо он использует Общественный транспорт Потому что это Быстрее Доступнее Проще Либо он Садится на велосипед И едет на велосипеде Поэтому мы должны Говорить именно в комплексе Не о том Что конкретно Вот мы делаем город Более удобный Для велосипедистов Мы делаем город Более удобный Для людей В том числе Для велосипедистов В том числе Ну как раз Велосипедистов Как резонеры Здесь показывают Все плюсы и минусы Ну как лакмусовая бумажка Получается То есть если ты проехал Дорогу на велосипеде То есть ты сто процентов Там в нем пройдешь пешком И там сто процентов Проедет мама С коляской Или там ребенок На велосипеде Там лиса С ограниченными возможностями Пройдет на коляске А как ты оцениваешь Результат работы Именно по Улучшению инфраструктуры В этом году Велосипедной У нас много На самом деле Чего было сделано И очень много планов Но говорить О каких-то прямо Реальных Скажем так Подвижках Можно было Мне кажется Только к концу 2020 года Потому что в этом году Очень много было Совещаний Рабочих групп Выездов Планирования Но пока что Результат таких вот Ярких нет Но и сказать Что ничего не сделано Тоже нельзя Потому что Вот эта работа Которую никто не видит Он проведен Он очень важен И на основании него Мы можем в дальнейшем Прийти к Реализации Очень крутых проектов Да Ну и последний вопрос Который я хочу Сегодня задать Велопарад В следующем году будет? Да Будет Мы рассчитываем На большее количество Участников Мы рассчитываем На большее количество Участников Это 100% И у нас еще вопрос Пока по маршруту То есть маршрут Будет такой же Либо он все-таки Будет больше Потому что мы Провели опрос После проведения Велопарада Что бы вы хотели И одно из пожеланий Это сделать маршрут Более длинный Ну мы будем уже Советоваться Ближе к делу Привлекая ГИБДД Охрану порядка Администрацию О том Чтобы все-таки Смотреть Оставляем маршрут Без изменений Либо есть возможность Его увеличить Потому что Для проведения Велопарада На самом деле Были задействованы Большие ресурсы И мы должны Это ключевое событие Велосипедного года Наверное Очень для многих Ну потому что Например Велосоревнования Они все-таки Больше для людей Кто ведет Такой активно Здоровый раз в жизни То есть Там занимаются Легкоатлетикой Катаются на велосипеде Занимаются спортом А велопарады Они направлены Просто на Людей Кто использует Велосипед Для разных целей В том числе Для просто Перемещения С точки А В точку Б То есть Для всех Ну велопарад Да Это такой Скажем так Инструмент Для определения Количества Активных Велосипедистов В городе На самом деле Мне кажется У нас гораздо больше Чем 600 Конечно Больше Несколько тысяч Примерно Например Город Сыктывкар В этом году При численности Практически Два раза меньше Чем у нас Собрал Если не ошибаюсь 12 тысяч человек Вау Сыктывкар То есть Тут вопрос Активности Тех Кто использует Велосипеды И поэтому Велосипедные соревнования Велосипедные Библиотеки Как велопарад Они нужны Для того Чтобы люди Могли Показать Себя Как велосипед Как велосипед Велосипедные Любители Просто Хорошо провести Время На велосипедном Празднике Для того Чтобы Мы И Наша администрация Понимала Какое количество Людей Задействуем В этом процессе Потому что Если мы Хотим Реальных Изменений В Велоинфраструктуре В Велосипедном Спорте Нам нужно Показывать Массовую Численность Да Будем Показывать В следующем Году На этом Программа Североспорт Заканчиваем На сегодня В гостях Был Григорий Францев Президент Федерации Велоспорта Кировской Области Напоминаю Что 26 Октября Всех ждем Обязательно В Дендропарке Где состоится Ночная Велогонка Регистрация Открыта В группе Вконтакте Можно всю Информацию Дополнительную Найти Вызрастное Ограничение Мероприятия 6 плюс И всю информацию Можно найти В группе В группе Вконтакте Это группа Велошколы Киров И группа Найт Рейс 2019 Все Всех ждем 26 октября И на других Мероприятиях Федерации Велоспорта Всем спасибо До свидания Спасибо